Всем привет! Галина Волчек не стала в декабре 2019 года, свой последний приют легендарных у друг современника обрела на Новодевичьем. Долгое время там не было ничего, кроме простого креста и портрета в рамке. А на днях, наконец, появился памятник, белая стела с бронзовым бюстом. Казалось бы, событие важное, о нем точно должна говорить вся театральная Москва. Но открытие монумента прошло тихо, практически тайно, в присутствии лишь самых близких родственников. А сообщил о нем Стас Садальский, посетовав, что внешний вид обелиска его расстроил. Позвонила бывшая невестка Галина Борисовна Татьяна Цыплакова. Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает. Ни актера, ни в театре, который она боготворила. Ничего странного нет, как и нет уже современника. Жаль, но такова театральная жизнь, заключил актер. Друзей и коллег Волчек на памятную церемонию действительно никто не пригласил. А поклонники назвали обелиск по меньшей мере странным и захотели посмотреть в глаза автору шедевра. Леонид Ермольник, узнав о монументе, посоветовал обратиться к новому худруку Виктору Рожакову и актерам современника, которые должны быть в курсе ситуации. «Если б я искал художников, скульпторов, то мог бы судить о проделанной работе, а так, конечно, нет», – признался Леонид Исаакович. Лия Ахиджакова, которая по сей день служит в театре, оказалась не осведомлена на этот счет. «Памятник не видела, первый раз о нем слышу», – сказала Меджидовна. «Но если будет автобус и нас, актеров, повезут, то обязательно поеду посмотреть. А так, мне некогда в такие вопросы вдаваться. С Волчек мы общались, работали вместе, провели рядом много времени, но никогда не дружили. То, что ее нет, конечно, очень печально, вспоминаю с благодарностью». Актриса Ольга Дроздова недавно покинула труппу современника по личным причинам, она захотела больше времени посвящать педагогической деятельности и воспитанию 13-летнего сына Елисея. «Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами, в ближайшее же время поеду», – прокомментировала Ольга. «Сын Галины Борисовны Денис Ивстегнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти моя Галина Борисовна совсем другая, и у каждого, кто ее знал, она своя». Пользователи сети неоднозначно отреагировали на представленное фото памятника. Какой ужас, совсем не похоже. Зачем вообще устанавливать подобное? Странное зрелище, кто такое придумал кошмар. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok